Принципиальное решение принято. Здание бывшего кинотеатра «Аврора» снесут. Объект в последние пару лет – это не что иное, как заброшка. Легендарный, а 37 лет назад ультрасовременный в начале 21 века угасал и терял зрителей. Они все чаще выбирали залы с мягкими и более комфортными креслами, 3D-технологиями, аймакс-экраном, возможностью совместить досуг с покупками и наличием игровых комнат. Содержание моноздания большой площади с каждым днем становилось все менее выгодным, и арендатор в конце концов отказался от использования «Авроры». Увы, но другого применения этому наследию советской архитектуры в городе не нашлось. Специалисты провели инспекцию, и оказалось, что статус у этого памятника еще и аварийный. Дмитрий Круковец и Денис Зонов побывали внутри бывшего кинотеатра и очень расстроились. Последствия пожара и отсутствия людей сделали из когда-то главной точки притяжения сургутян место для съемок фильмов ужасов. Что будет на месте «Авроры», когда ее начнут разбирать? Во сколько это обойдется бюджету и что думают сургутяне? Обо всем этом уже через пару секунд. В 80-х быстро растущий сургут, нефтяная столица Сибири, обладал аж тремя кинотеатрами. Среди них деревянный «Октябрь» в районе Мемориала Славы, капитальный и компактный «Рубин» в микрорайоне нефтяников. В 85-м появилась «Аврора». По тем временам ультрасовременный развлекательный комплекс, который сочетал в себе мультифункционал. Здесь и кино показывали, и выставки проводили, и концерты давали. Репортаж с этого мероприятия, который назвал «С вожделением во взоре сургутяне шли к «Авроре». Мы брали интервью у людей, насколько они события это воспринимают, как воспринимают, насколько оно останется в памяти. Еще и в 20-м веке это здание стояло, и там работало, все просто. Реконструкция. То есть с советских технологий переходили на голливудские технологии. Вот, демонстрации фильмов. Когда-то на этом месте был тяжелый парк, я тут работал, тяжелый парк был, болото было. Потом вот поставили кинотеатр. Да, самый крутой был, самый вместительный, можно сказать. Тут не только кино, тут и артисты выступали, и проще, проще. «Аврора» за десятилетия стало не просто зданием или кинотеатром. Здесь встречались с друзьями, ходили на дискотеки, назначали свидания, фотографировались на свадьбах. Любой сургутянин знает, где это, на «Авроре». Кинотеатра нет с 2015 года, когда объект недвижимости передали Петрушке. Но реконструкцию так и не провели. Труппа выехала, здание опустело, а название осталось, как остались в памяти и воспоминания. Открытия не было, но посещал часто, по-первых, как построили, часто посещал. Потому что занятий не было, ходили в кино. А первый фильм помните, который здесь посмотрели? «Ой, ой, ой. По-моему, полет на гнездом кукушки. Вроде бы так». Световых и звуковых залпов «Авроры» не слышно было до прошлого года. 8 февраля 2021-го внутри произошел пожар. Очаг был небольшим, однако закопчено оказалось больше половины всего бывшего кинотеатра. «Внутри ничего нет. Внутри горела в объеме часть зрительного зала. Был очаг один, но когда сбили основное плане, уже проводили дотушивание мелких возгораний. Самая сложность в том, что я уже сказал, что звенья ГДЗС работают. Видимость, конечно, нулевая». За год с того момента внутри особо ничего не изменилось, разве что поплотнее заделали всевозможные входы. На уходящей неделе внутри «Авроры» журналисты «Сургут-24» после пожара побывали впервые. «В единственном на протяжении многих лет кинозале «Сургута» сейчас темно и пусто. В одном из помещений здесь почти год назад вспыхнул пожар, что в результате, наверное, стало последним аргументом в пользу того, чтобы снести «Аврору». Здание и до этого было признано аварийным. Случившийся пожар лишь усугубил положение «Авроры», фактически не оставив выбора. Тратить безумные деньги на реконструкцию или отдавать в аренду инвестору, заведомо понимая, что в сердце «Сургута» появится очередной торговый центр, явно не выход. Жители категорически против. Лучше парк или детский образовательный комплекс. «Когда работал, ходили в кинотеатр, работали в кафе. По-моему, все было замечательно. Говорят, что он в аварийном состоянии, но ничего критичного чисто визуально не наблюдается». «Я первый раз от вас слышу, что я буду сносить. Я никогда не слышала. Но я приходила сюда на кинотеатр. Да, очень хороший здесь. И зал огромный, хороший, и кустика большая. Вообще классно тут. И внизу все есть. И вполне устраивало меня. Не знаю, почему вот сносить. Жалко? Очень даже. Знаю, что кинотеатр был, потом Петрушка вроде бы здесь был. Вот, больше не знаю. Один раз всего лишь была. Вот. Ну, хороший кинотеатр, приятная атмосфера. Сносить хотят вот его. Жалко, не жалко? Да. Но жалко, потому что... Ну, сейчас, конечно, оно в таком виде, что скорее уже портит центральную улицу города. Но вообще жалко еще, когда только сообщили об этой новости, то было немножко обидно. Это второй этаж бывшего кинотеатра «Аврора». Раньше здесь располагался вип-зал, куда билетов было просто не достать. А если удалось попасть сюда, это было большой удачей. Сейчас здесь полная разруха, как из фильмов ужасов, которые когда-то показывали здесь на большом экране. Трансляция, кстати, велась из рубки киномеханика, которая находится прямо подо мной. Отыскать в кромешной тьме среди завалов, где именно вход в святая святых, рубку киномеханика мы так и не смогли. Как не смогли в Сыргуте дать вторую жизнь первому в истории города широкоформатному кинотеатру. Для «Авроры» приход сетевиков стал фатальным. Объект принес на сегодня аварийным. Все структуры администрации, то есть театр «Петрушка», который находился в нем, он выехал с этого объекта. И на сегодняшний день для обеспечения безопасности этот объект необходимо снести. Направлена заявка на сегодняшний день на финансирование работ по проектированию сноса объекта в департамент финансов. Рассматривался вопрос и реконструкции здания, но реконструкция принята нецелесообразно, потому что экономически оказалась неэффективной. По состоянию на середину прошлого года реконструкция этого здания оценена с порядка 600 миллионов. 600 миллионов рублей. На эту сумму в Сургуте можно построить три спортивных центра или вместительный детский сад. Поэтому выбор в распределении бюджетных средств здесь очевиден даже при всем желании. «Аврора» – некогда городской символ, точка притяжения и центр Сургута. Сегодня это не более чем памятник советской архитектуры, восстанавливать который власти не видят смысла. Слонный центр города и необходимо сформировать именно такое пространство, которое будет усиливать комфорт и эстетику города Сургута. Я так понимаю, что строить что-либо там мы точно не планируем ни магазинов, ни сетей, ни каких-либо иных объектов. Есть, правда, одно «но». Соседнее с «Авророй» строение находится в частной собственности. Именно из-за долгостроя зачистить площадь полностью сейчас невозможно. Владелец недвижимости в последнее время активизировался и недавно воспользовался правом продления аренды земли. У соседнего здания пока еще есть действующий договор аренды земельного участка. Инвестор рассматривает вариант, что он его будет достраивать. У него на это есть время и финансовые возможности. С ним также идут переговоры, чтобы этот объект встроился в общую концепцию, то есть стал украшением этого, соответственно, всего пространства. Планы у него есть, у этого инвестора заходить сюда именно развлекательного характера кафе для отдыха горожан, для жителей города. Что касается сноса «Авроры», то этот процесс предваряет проектно-изыскательские работы. Общая сумма затрат в 30 раз меньше стоимости реконструкции – 20 миллионов рублей. Принципиальное решение принято. В Департаменте имущественных и земельных отношений настроены начать разбор бывшего кинотеатра в четвертом квартале года. Это позволит в 2023-м приступить к благоустройству территории. Она станет продолжением существующего сквера. Варианты обещают показать жителям. Дмитрий Курковец, Денис Зонов. Специально для программы «Новости. Главное». Специально для программы «Новости. Главное».